Вайджер-2 спустя более чем 40 лет вышел в межзвездное пространство. Вайджер-2 спустя более чем 40 лет вышел в межзвездное пространство. 2.4.5 ноября 2019 года. Обновлено. 4.10.5 ноября 2019 года. NASA. Вайджер-2. NASA. Зонд Вайджер-2. Архивное фото. Вашингтон. Пятное арие новости. Алексей Богдановский. Космический аппарат Вайджер-2 спустя более чем 40 лет после запуска вышел в межзвездное пространство и передал оттуда первые данные, сообщила NASA. Вайджер-2 покинул гелиосферу защитной пузыри с частицей магнитных полей, созданной Солнцем, говорится в сообщении. Аппарат вошел в межзвездное пространство на расстоянии 18 миллиардов километров от Земли, далеко за орбитой Плутона, еще 5 ноября 2018 года. Еще год понадобился на то, чтобы собранная информация достигла Земли и была расшифрована специалистами. В понедельник в журнале Nature Astronomy вышли 5 посвященных событий и статей, каждая из которых описывает результаты с одного из пяти приборов аппарата-детектора магнитного поля, двух регистраторов частиц в различных энергетических диапазонах и двух приборов для изучения плазмы газа, состоящего из заряженных частиц. «Совокупность этих результатов помогает нарисовать картину этой космической прибрежной полосы, где заканчивается окружающая среда Солнца и начинается огромный океан межзвездного пространства», – отмечает НАСА. 9 июля, 15.38 РИА Новости. Инженеры НАСА успешно продлили жизнь Вайджеру-2. Вайджер-2 подтвердил, что между гелиосферой и межзвездным пространством есть достаточно четкая граница. При пересечении этой невидимой линии резко снизилось число регистрируемых частиц гелиосферы и резко выросли показатели межзвездной радиации. Эти данные подтвердили, что межпланетный аппарат вошел в новую область космоса, сообщает НАСА. Оба Вайджера находятся сейчас в своего рода переходной зоне, которая еще не свободна от вещества гелиосферы. Важно, что второй Вайджер подтвердил показания первого, поскольку оказался в межзвездном пространстве в другом месте и в другое время 11-летнего солнечного цикла. Теперь ученые знают, что данные Вайджера-1 не относятся лишь к конкретному месту и времени его вхождения в межзвездное пространство. Первоначальной целью обоих Вайджеров было исследовать Юпитер и Сатурн. Кроме того, Вайджер-2 осуществил пока что единственный в истории пролет мимо Урана и Нептуна. В конечном итоге оба аппарата покинули границы Солнечной системы. Вайджер-1 сейчас находится на расстоянии 22 миллиардов километров от Солнца, а Вайджер-2 в 18,2 миллиарда километрах. Свету Солнца требуется 16,5 часа, чтобы достигнуть Вайджера-2, тогда как до Земли он идет всего 8 минут. 31 октября, 12.41 РИА Новости НАСА запросила у Роскосмоса места на кораблях «Союз» в 2020 и 2021 годах.